это скорее всего говно серьезно говорю то есть неделю назад ты на скорой помощи был а сейчас ты сидишь бухаешь и у тебя ничего не болит уже я со своей стороны гарантирую вам что мы в марте месяце обещаю вам выберем хорошего президента с которым как и сейчас вы можете спокойно налаживать хорошие отношения конечно если у честный человек сколько вы народа в евро полегла ужас германия ну и правильно хорошо ну это недолго еще это неделя еще неделя на реабилитации я воен а ты военный ну да позвоночник позвоночник проблем с позвоночником ранение да ну да плюс все сахарный диабет на инсулине а инсулине вы хотите показать инсулин да не я верю зачем а чё ты воюешь давно уже до 14 угодно реально если живой ничего себе да еще стало бомжевой ну ты короче не возвращайся на украину больше нафиг на 1 а через военные военные да она в росте в германии те нормально будет очень те украине лучше меня там семья не на семья понятно семью в германии забирай странно обычно наоборот обычно я тут встречаю людей у которых жена в германии мужики дома обычно так бывает а когда ты а когда ты лечиться в германию поехал неделю назад да как ты поехал ну как меня блять за везде на скорой помощи на скорой помощи с украины везли в германию не до польши а потом спорте уже поехал на скорой помощи тебя везли в поле в польшу да с украины украины на скорой помощи да ничего себе те фартанула сейчас он люди знаешь хотят отдать все что угодно но через границу не пускают а когда это было то есть неделю назад ты на скорой помощи был а сейчас ты сидишь бухаешь и у тебя ничего не болит уже нужно видно что ты просто врешь подпошу на быть и здравствуйте дорог вы куда идете домой ну правильно а ты а ты идешь куда-нибудь не никуда не ну а чего в луна луна своей страны там луна хотя шутка неправильная согласен я только что поговорил с человеком для тела все должны быть россии мы должны быть россии да не должны быть вы быть россии зачем и я так считаю ну да и мы так считаем не напали кто-то на вас напали да а вы знаете обычно знаете как если человеку кругом мерещится то скорее всего он сам обычно если что-то выглядит как говно и воняет как говно то это скорее всего говно серьезно говорю поэтому я просто упал что ты чё упал ты живой там что ли расстроился почему вы такие довольны вы что не боитесь конца света откроем его секрет иди слушай сюда мы очень-очень тупые здрасте здравствуй прекрасно просто это замечательно да это не может не радовать а вы как там да все хорошо тоже спасибо нового молодца интересного обсуждаете о чем беседует ну о чем тут можно еще расседовать да много о чем ну война ведь между нами идут что что новое навеки на война идет война идет о чем мы будем краю рыбалку вас украины нет я не вижу к ним откуда из летку так у нас с литвой же война не идет нет не идет ну вот и я говорю все хорошо но давайте можем пообщаться по отношения между россией и леткой какие у нас отношения как вы думаете никакие есть нулевые нулевые а я учитаю что вот надо чтобы были хорошие вы должны быть вы должны перестать быть я со своей стороны гарантирую вам что мы в марте месяце обещаю вам выберем хорошего президента с которым я знаю как и сейчас вы можете спокойно налаживать хорошее отношение да я знаю как кого кого кто себя перезначит на другое там время на президентство тут никто не сомневается мнение чем мы выбираем у нас демократический успокойтесь не на не смешайте людей не смешите людей как мысли а куда же вы тогда вы сейчас только что наплевали такие средства вы сейчас только что наплевали на мой бюллетень а я кстати голосу да это это просто я не понимаю вы не верите выборы да а вы верите конечно я не только верю я в них участвую принимаю участие не не но то что вы там ходите я понимаю да я не хожу я же в избиркоме работе там ставите галку пускай пускай даже вы там и работы но я точно не понаслышку да 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 но результаты отправляется в один единый центр и там все ребятишки делают то что им угодно а что им надо там делать все что им угодно а вы это как вы это из литвы видите как там происходит да поскольку их никто не контролирует никто не контролирует нет это вы так считаете это все так что а кто все то кто эти люди поскольку поскольку вы не подпускаете к себе международные сообщества а серьезно международных наблюдателей не бывает на выборах нет подожди секундочку будет только будет а подожди секундочку а у меня целый список международных наблюдателей бутафорных бутафорных их не посылал мысли бутафорных я с ними разговариваю я их кормлю показать вы можете показать список людей которые приехали вот могу показать список людей на прошлых выборах которые были хотите да 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 я понял я понял но я вам я сейчас объясню что это за люди а вы мне объяснили да 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 что горит и хотя бы какое отношение к выборам то в россии меть никакого а я ты имею непосредственное отношение я понял я понял как вы не можете говорить что происходит если вы не знаете я вас понял хотите я вам объясню что эти за люди да вы не можете объяснить вы не знаете почему этих людей знаю послушайте вот эти люди которые приезжают к вам и их никто не делегировал к вам ехать даже не одна ни одна страна не делегирует своих наблюдателей вашу страну то есть они просто приезжают гости да к вам приезжают ваши запрошены ваши пророссийские люди пророссийские люди а вы можете как-то свои слова можно подтвердить не нельзя можно я договорю нет послушайте меня вы вот когда что-то говорите вы можете чем-то подтверждать свои слова а то выглядит просто на болтовню похоже могу могу давайте давайте я говорю я говорю то что ни одна страна не не отправляла своих наблюдателей вашу страну говорите а подтвердить то как вы это можете очень просто забивайте в google и посмотри я-то забью это же вы утверждаете значит вы должны мне как-то я-то вам ничего не утверждают швы утверждаете можете какие-то мер показать документы какие-то выдержки может какие-то резолюции есть это очень это очень легко проверить если вы бы хотели бы это про я не хочу проверять я хочу чтобы вы просто не болтали я просто хочу чтобы вы не болтали а все что говорите подтвердили как-то вот и все только вам неудобно просто понимаете когда человек говорит что-то что не может доказать это автоматически делает его балаболом поэтому просто чтобы таковым не быть как вы можете подтвердить свои слова расскажите кто из да не хочу я рассказывать это вы мне только что рассказали а я вас прошу доказать докажите пожалуйста понял что расскажите фамилии фамилии я не хочу я рассказывать фамилии вашему вы мне пожалуйста сейчас скажите и докажите то что вы сейчас утверждали как я я не смогу вам передать через мобильный телефон поскольку я с мобильного сейчас лучше нет другого устройства но возьмите другой но я вам не передам данные повернете покажите почему но прочитайте хорошо вот вот это уже разговор взрослых людей справа на серьезный детский сад какой-то сейчас если человек что-то декларирует он же должен тем более вы слаб токасе и фи момент слейте а вы знаете а вот интересно знаете а в соединенных штатах есть на выборах международные наблюдатели конечно можете поверить обратно и доказать могу это другое но вот статья российский парламент не выбрать статья не годится нужно договорить вестись будет вестись без наблюдателей и статья не годится статью даже я могу вам написать сейчас статья не годится нужно аж факты документ какие как как смотрите вы делаете откуда вы декларируете куда вам вы декларируете заявление и пожалуйста подтвердите мне это какой-то информации которая является актуальной документы какие-то решение какого-то международного органа например или резолюцию чью-нибудь подождите если европейские страны отказались ехать нужна какая-нибудь резолюция вот просто вот представьте себе вот там эстония да эстония это не европейская страна так же как и литва что вы выдумываете какая да вот именно никакая я имею ввиду какие страны отказались и на каком основании где это можно где-то прочитать все страны отказались где я могу это прочитать где я могу это прочитать забейте в гугл и там увидите да нет это же вы уже забили прочтите вот я забыл как называется как документ называется э sembla нет у документа тут а документа нет нет поскольку не нужен документ поскольку земля нет мне нужен вот никакого просто весна Teilneval интересно вы декларируете что-то что не можете доказать и говорите а документ не нужен пара-бара-бам конечно вроде что это не это не был какой там процесс это раза страны просто стороны вывели свою позицию Какая страна? Давайте, например, какая страна? Все. Все европейские страны. Ну, какая, например? Все. Знаете, сколько европейских стран? Ну, например, Германия заявляла, что она не будет наблюдателей отправлять. Где я могу это прочитать? Я говорю, вот сейчас я вам почитаю. Есть какой-то немецкий документ, подтверждающий, что Германия официально на международном уровне отказывается. Сейчас я ведь должен сейчас в каждую страну заходить. Ну, зайдите хоть в одну. Ну, зайдите хоть в какую-то одну. Я ведь немецким не владею, кстати. Там есть кнопочка перевести. Представьте себе, как я это буду делать. Пойду на немецком, потом найду на немецком. Потом вы скажете, найдите на шведском. Да нет, мне достаточно хотя бы какой-то одной. Ну, хорошо, скажите, пожалуйста, Литва. Литва заявляла, что она не будет? Конечно. Где я могу это прочитать? Она, и ей не надо заявлять. Она просто... Да не надо заявлять. Да не надо говорить то, что не надо заявлять. Вы говорите, Литва не будет. Где я могу это просто прочитать? Знаете, как можно очень быстро вот этот вопрос решить? Знаете? Так. Без этого, что я буду заходить на немецкие сайты, на шведские, на испанские. Так, слушаю. И вы можете зайти на свой сайт, и там увидите сразу же... На какой свой сайт? Какие страны... На какой свой сайт? Любой российский в Яндекс забейте и запросите, какие страны не приехали наблюдать на выборах. На прошлых? И все. На прошлых выборах? На любых. На любых. Подождете? Да. Да. Хорошо. Если сейчас я прочитаю вам... То есть нам нужно официальное... Если я вам прочитаю... Не-не-не. Это я сейчас за вас работаю, кстати. Из-за того, что вы не умеете в интернете искать, это я сейчас за вас работаю. Для вас будет намного легче. Но только забейте официальные власти. Официальные. Это вы у меня научились, да? Вы призвали там своих карманных там парламентарей, каких-то там бывших, которые приехали, будто наблюдали там. Значит так. По заявлениям председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой на выборах 18 марта число международных наблюдателей было рекордным. Аккредитовалось более полутора тысяч иностранцев. Ожидалось порядка тысячи наблюдателей из-за рубежа. Но приехало более чем полутора тысяч. В течение последних... Так, это я читаю вам на сайте Центра избиркома. Было аккредитацией, было выдано в общей сложности 1529 аккредитационных удостоверений. Сейчас, пум-пум-пум, на территории РФ. В прошлый раз на выборах находи... Значит, аккредитацией было выдано 1529, а приехало 1513 человек из 115 стран. Я вас понял. Хоть один был аккредитован. Начинается хоть один. Значит, давайте подытожим. Значит, подытожим теперь, подытожим. То, что вы утверждали, вы подтвердить не смогли. А то, что утверждал вам я, я подтвердил вам официальной информацией из Центра избиркома. Вы можете вместо меня сейчас взять и зайти на официальный сайт Центра избиркома России и эту информацию прочитать, пожалуйста, сделайте. Я ведь не говорю, что я не верю тем, что вы сейчас мне говорите. Так не надо ничего вообще говорить. Так и было. Они приехали. Я вам объясняю ситуацию, которая произошла между нами. Я вас понял. Вы набалаболили, а я подтвердил свои слова. Я вас понял. Вот и вся разница. Я ведь не говорю, что они не приехали. 1500. Я уже не говорю. Это называется... Знаете, как это называется? Это называется вилять задницей. Вот вы сначала балаболили и смогли подтвердить. Сейчас опять балаболите и опять не можете подтвердить. Как вы можете подтвердить, что все эти люди... Что все эти люди... Какие посланники, еще раз? Они не были делегированными сотрудниками. В смысле? Официальные аккредитованные удостоверения Центр избиркома выдал. В смысле? Это вы... Это аккредитованность дали вы, а не европейские страны. Это вы их аккредитовали. А аккредитованность дали вы. А аккредитованность... Я вас расстроил. А аккредитованность дает та страна, которая проводит выборы. Аккредитация – это разрешение на допуск иностранного гражданина для каких-то определенных работ. Журналистов это или наблюдателей. Вот вы вообще понимаете, что такое аккредитация? Я понимаю. Их аккредитовали. Слава Богу. Да. Но их, наши страны, не послали к вам ваши страны. Ваша страна пригласила вот каких-то бывших сотрудников, которые лояльны к КМИ. Бывших сотрудников чего? Подождите секунду, не накидывайте. Бывших сотрудников чего? Бывшие парламентарии, которые не им... А, то есть все эти люди раньше работали в парламенте России, да? Ну вы бред просто несете. Ну тогда идешь нахуй. Был неправ. Вспылил. Но теперь считаю свое предложение безобразной ошибкой. Раскаиваюсь. Прошу дать возможность загладить и скупить. Все. Ушел. Продолжение следует...